Не уводят ее в сторону. А ведь очень много людей, вот доверяя вот таким снам, другой скажет, о, так надо же, это же работает. Я буду дальше в этом двигаться, буду дальше помогать этим умершим, буду упоминать их. И вот люди попадаются на крючок с умершим. Вот, 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 да. И это, понимаете ли, это опыт, опыт уже, ну, тысячи-тысяч людей на самом деле. И это опыт оккультный. А оккультизм, это не значит, что это не сверхъестественное. Это сверхъестественное, но это сверхъестественное с других источников, с другой стороны. Мы можем просто через Библию это все, да? Да, пока Библия, она действительно, она не является для нас именно книгой вероучительной, основной. Мы можем очень серьезно заблуждаться, очень серьезно. Даже люди с Библией в руках и то умудряются заблудиться. Ну, а без Библии мы просто обречены на заблуждение. Просто обречены. Это Павел мой рассказал тоже, у него какой-то друг, и он ему свидетельствовал о Христе. И потом кто-то умирает у него. Умирает, значит, он его хоронит. И Павел ему опять что-то говорит, а он говорит, не рассказывай мне. Я вот, мой родственник умер, и я ему говорю, ну, слушай, что-нибудь там есть? Снится мне сон. А он говорит, да ничего тут нету. Не верь. И все, он говорит, видишь, он оттуда мне сказал, что тут ничего нет. Да, где мы там находимся? Ну, нету вот. Ничего тут, не рая, ничего тут нет. А где же умер? Ну, где ты? Ну, кто умер, и все. До встречи в ничто, в никуда. Нигде, да. Нигде, да. Вот это да. Ну, это же многие верят, умрешь, и все, и тебя закопали, и все. Ну, и нам в школе так говорили, я помню, у нас там был бибиология, учитель моего, я забыл, как его зовут его даже, но запомнил кличку, его звали, пельмень в очках мы называли. Он был очень похож на пельмешку, на самом деле, значит, такой был, вот такой человек интересный, весельчак, вот такой, но вот все его рассказы были такие, ну, как бы такие, ну, атеистические. И он говорил, что ничего там нету, вот умрет человек, лампочка перегорит, выбросит ее, вот и все. А я, значит, как раз вот, что он докрасникам там рассказывал, что так раз, и он, видимо, может, услышал, или ему передали, я не знаю, но он, как бы, вот, видимо, на уроке, видимо, как бы, ответ такой дает, что там ничего не случилось, там просто лампочка перегорающая, и все. Умирает человек, и все. Ну, да, ну, это... Это не так. Мы знаем, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Мы знаем, что есть... Будет страшный суд, будет великий суд, когда даже небо и земля попытаются убежать от сидящего на престоле, но и места не найдется. И мы знаем, что на этом суде возможно нам быть только лишь в двух, как бы, ролях. Либо как подсудимые, либо как свидетели его. Все. Вот, и слава Богу, я Бога благодарю, что из разряда подсудимых, обреченных, осужденных, я являюсь сегодня его свидетелем. Вот, и, конечно, это очень ответственно. И иногда себя порой, так вот, винишь, когда понимаешь, что мог бы сказать слово, допустим, человек какому-то и не сказал, промолчал. Было бы побуждение, допустим, сказать кому-то, а потом подумал, да нет, наверное, это, ну, как бы, неуместно будет сейчас, не к месту. А ведь потом размышляю и думаю, а ведь возможно, что для этого человека или для этих людей был, может быть, последний шанс. А что, если я последний убежал, допустим, да, и дальше уже никого не будет. Может быть, другие до меня тоже так же вот отмекивались, как бы, и я промолчал. Я помню, меня это очень сильно однажды так вот побудило именно проповедовать в Киеве, как раз прямо в метро. Я, значит, тоже так размышлял, начать, не начать, но было большое побуждение у меня. И накануне было большое побуждение проповедовать так вот, и в тот день. Но я растерялся, это было утро, и люди выглядели, многие-то еще заспанными такими, и, ну, сейчас вроде неуместно, вроде бы, сейчас люди спешат на работу, а я сейчас в метро, сейчас с ними еду, как бы, в проповедь сейчас неуместно. А было большое желание. А потом уже, значит, знаете ли, подумал так именно, помолился про себя, так и подумал так, а что если на самом деле вот сейчас прям, может быть, некоторых вот моих попутчиков в этом вагоне метро, может быть, это последний шанс сейчас услышать слово. Мы же все под Богом ходим, да? Кто-то, может, до вечера и не дотянет уже. Его жизнь просто оборвется, это серебряные нити, знаете ли, вот, все как бы, и его жизнь закончится. А что дальше? И вот, когда мне дошло это вот вдруг, осознал я тогда, что это вот, а вдруг я сейчас последний рубеж. И это дало мне тогда вот, ну, такое, силу такую проповедовать этим людям. Хотя, вот, сейчас поначалу было, конечно, очень страшновато, сложновато так даже. И я, значит, когда объявили следующую остановку, значит, как раз уже не под землей был поезд, а уже, значит, на поверхности. И там лучше слышно просто все это. И я встал посреди вагона и сказал там, уважаемые пассажиры. И у меня так жалостно получилось, знаете, профессионально нищий. А я в рясе так все равно стою. А еще, как раз, ну, там некоторые люди в карман полезли. Представляете, значит, насколько я жалобно это сказал. А я больше сейчас перепугу, наверное. Вот. И, значит, стою, значит, молчу, значит, растерялся. И потом, значит, первое, что он вспомнил, я говорю, я человек верующий. Потом думаю, стоп, я опять глупый как-то. Батюшка, утром в огоне признается, что он верующий. Что-то, вообще, думаю, ну, вообще, опозорился. И молчу. А внимание поймал. Люди смотрят, говорят, что дальше, что будет. А я, значит, все внутри просто обращаюсь к Богу. Говорю, Господь, ну, спаси, спаси, пожалуйста, меня. Потому что в такую ситуацию попал, значит, неприятную. Значит, и вдруг, вот, когда обратился к Богу, знаете, вот, четко вспомнилось вдруг. Очень четко и ясно местописание, значит, о богаче и Лазаре. И все. О, я ухватился за это сразу же. Моментально. Думаю, мне больше не было вариантов никаких. И я, говорю, я хочу прочесть, там, говорю, вот, уже, 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 голос уже, как бы, так, нормальным. Погромче. Значит, ну, больше со страфу, наверное. Хочу прочесть, говорю, о богаче и Лазаре вам, значит, причем. Вот. Читаю. А люди, видимо, слушают, ждут, что дальше будет. Значит. Я им давай рассказывать дальше, значит, вот. И, ну, было чудо. Кстати, вот, я перед тем попросил Бога, чтобы люди не мешали. Вот эти, там, корабейники всякие ходят, там, что-то предлагают. Вот, чтобы не перебивали. И чтобы, по возможности, люди, чтобы были, ну, одни со мной. И так и получилось. Остановки три, наверное, особо никто не заходил. И я не помню, что кто-то выходил. То есть, как бы, они были вот со мной. Ну, такие остановки были, они малозначимые, как бы. Но, все равно, для меня это было тоже чудом таким. И вот, значит, я им говорил о богаче, что и рай, и ад реально существует. И выход для нас, людей, сегодня один есть. Это Иисус Христос. И потом, значит, я уже чувствовал, что уже пора уже подотаживать. Я говорю, что, хотя сейчас это вагон метро, это вроде не храм, значит, как бы, значит, да. Может быть, для кого-то это не очень привычно. Но, говорю, я предлагаю помолиться сейчас, молитвами, говорю, обратиться к Богу. Пока вы едете, вот, вы можете прямо сейчас со мной помолиться, обратиться к Богу. Принять Иисуса Христа, Спасителя. Давайте обратимся к Нему. Я закрыл глаза, значит, стал громко молиться. Значит, и потом открыл глаза, и уже смотрю, значит, молюсь тоже. И смотрю, и люди повторяют молитву. Знаете, вот так было интересно. Некоторые не повторяли, сидели, но было видно, что они тоже соглашаются, как бы, так вот, ну, как бы, переживают что-то. И потрясающе было. И потом, у меня еще где-то, еще одна остановка была. Я мог еще одним людям что-то рассказать, даже еще после молитвы. Я сказал, что самое главное, чтобы они любили Иисуса Христа, чтобы они читали Слово Божье, Библию, и старались общаться с теми, кто тоже любит Иисуса. Нашли таких верующих. Неважно, какой храм ходить, костел, молитвенный дом, значит, самое главное, что вы были с Богом, с Иисусом Христом. Вот, и вот такое было напутствие. И потом уже, ну, толчком для меня, побуждением таким проповеди, было именно, как раз, вот это вот понимание вдруг, оно так, резко так пришло, такое, что, а что, если это последний шанс? А вдруг? А вдруг? И это меня, в общем, толкнуло тогда. Слава Богу за это. Да, дорогие друзья, у нас последний урок, у нас мало времени совсем, но я хочу еще почту рассказать вам. Вот то, что я рассказал вам на том уроке о мытарствах, это еще не все. Это далеко не все. Представляете, это учение о мытарствах, оно так и осталось в православии, так и называется о мытарствах, но на Западе оно стало называться учением о чистилище. Вы все слышали об этом, наверное, да? И еще слышали, наверное, учение об индульгенциях. Вот это тоже возникает из этого же откровения, как ни странно. Индульгенция, это не просто продажа отпущения грехов за деньги. Это, как бы, такая практика существовала, да и сейчас, в принципе, она, возможно, учение об индульгенциях, оно сохраняется в католической церкви до сегодняшнего дня. И сегодня может, в принципе, любой фактически католик, религиозный именно, который по рекомендации священника, допустим, получить индульгенцию может, в принципе. Вот, на Западе я встречал людей, которые оплачивали индульгенцию, вот, по карте виза, значит, там, через интернет, значит, и им приходило потом прямо из Ватикана сообщение, значит, все, значит, он мог его распечатать в рамочку, на стеночку. А мог бы получить, значит, то есть, и, но эта продажа сейчас, она, как бы, считается не для всех, а только по рекомендации священника. Или же, следовательно, я разговаривал с католическими ксенцами на эту тему, они говорят, что, если, допустим, человек раскаивается в грехах своих, он, значит, сожалеет. И вот, чтобы, как бы, его успокоить, его совесть, чтобы он уже удостоверился точно, вот, нужна ему бумажка, вот тебе бумажка, чтобы ты прощен, все. Вот, но, но дело в том, что все гораздо сложнее. Индульгенция, это не просто отпущение грехов. Сама природа индульгенции, она порочна, учение самопорочное, в общем дело. Не сами продажи и не отпущение грехов, нет. А сама идея, а какая идея? Идея, вытекающая вот из того самого сновидения 940 года. Что якобы можно своими добрыми делами искупить свои грехи. А некоторые святые, они так могли постараться сильно, понатужиться, что могли не только сами себя спасти, но могли спасти еще вокруг себя много людей. Могли сделать излишки добрых дел. И вот индульгенция, это отпущение грехов твоих, допустим, за счет добрых дел святых, прежде живших. За счет того, что, допустим, кто-то за тебя на столбе отстоял, кто-то в пещере за тебя жил, кто-то там еще другие подвиги совершал. И вот они, эти люди, эти святые, они и себя искупили, себя спасли, и еще и тебе досталось еще добрых дел. Вот, значит, а церковь католическая выступает в роли посредника. Знаете ли, имея банк такой, как бы, духовный, небесный этих добрых дел, и продавая индульгенции. Вот сама идея была в этом. Католики представили себе такую идею. Допустим, человек один пошел к мотарствам, он искупил свои все грехи, у него еще полный шмат добрых дел. А другой, и там его обвесили, и там ему не дали, значит, там, ну и как бы все. И он пропащий грешник. И вот родилась идея индульгенции. Но знаете, есть хорошая новость. Дело в том, что именно как раз вот это страшное учение и практика вот этих массовых распродаж индульгенции, особенно на праздники, на Пасху, на Рождество, на престольные праздники, с 50% скидкой можно было купить. И плюс еще оптом еще, значит, там и в розницу. Пожалуйста, отпущение грехов. И плюс еще не только отпущение грехов бывших, но даже и будущих грехов. Еще потом было спецпредложение такое, знаете ли, прямо вот специально для грешников, желающих еще погрешить. Но уже с чистой совестью уже, знаете вот. Пожалуйста, плати и, как говорится, утром деньги. Все, до вечера в стульях. Вот еще, да, а можно наоборот? Нет, но деньги вперед. Да, можно, но деньги вперед. И вот система жила именно вот таким принципом греха. Но хорошая новость в том, что именно вот эти учения и эта практика массовых распродаж повлияла на возникновение реформации. Потому что фактически все в 16-м столетии вот эти реформаторы, там, ну, деньги велики реформации мы знаем, да? Это 31 октября 1517 года. Именно 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил свои тезисы к дверям Виттенбергского собора. И это были тезисы в основном как раз направлены против вот этих индульгенций. Против распродаж этих индульгенций. И самой идеи индульгенции. Потому что Лютер говорил в этих тезисах о том, что каждый грешник должен сам каяться в грехах своих. Не рассчитывать на излишки, там, добрых дел, там, или на эти продажи церковные. Вот. И это подтачивало, как бы, вот сам корень вот этого лжеучения. Вот так, так что худо, но вышло добро таки, слава Богу. Господь использовал протест этих священников, потому что и Лютер был священником католической церкви. Кальвин, там, другие, ну, почти все видели тогдашние реформации, это были вчерашние традиционные католические священники, поднявшиеся, протестуя против этих лжеучений. Вот. И что мы можем еще для сравнения? Значит, если католицизм, католицизм православия, значит, по поводу индульгенций в православии нет такого, правда? Ну, самообучение. Но практика есть. Вот, если католицизм и индульгенции, вот они вытекают из этого откровения, да? То в православии обычно называют проходная, там, ну, хотя это немного глупо, это сравнивать, потому что, как бы, это немного не тот уровень. Но все-таки, как бы, отзвук этого лжеучения, можно так сказать. Кто из вас видел похороны православные, все понимают, почему я говорю, да? Значит, молитва покаяния такая, молитва отпущения грехов дается покойнику в руку. Я сам это делал много раз раньше. И это, как бы, отголосок индульгенции, как бы. Это отдаленно то, что, как бы, до нас дошло, до православия, значит. С востока пришло на запад учение это, а потом с запада отзывком прозвучало в православии. Но это ересь тоже. Я, даже будучи священником традиционно православной церкви, знаете, и верил в это учение, и порой и не верил. Сомневался, скажу так, сомневался часто в правильности этого учения. Особенно вот в Лязанской области на том приходе моем, я там послужил, ну, где-то с полгода, больше, наверное, чуть. Молодой приход, я могу поднимать с нуля, значит, храм только передали, значит, церкви. И надо было начать служение проводить, я это все организовывал, там, небольшой ремонт, и в начале, еще был ремонт, и вот тут же начинали служение проводить. И вот, и там село, район большой, там много сел вокруг, большая круга, значит, это Чернавский район возле, Милославский район, Милославский район, бывший Чернавский район. Значит, и, что интересно, там село Озерки, Богородицкое, там еще какие-то села, и Чернава сама, значит, много разных сел там вокруг. И это были, ну, села, где я как раз, откуда мои прихожане были все, в это село съезжались на служение. И вот районный центр Милославский, это поселок городского типа Милославский. И вот, значит, что интересно, там, в этом районе, как раз тогда не выдавали зарплату, давно уже не выдавали, и не помню сколько, но когда я приехал, там, люди не получали давно уже. И вдруг, значит, объявили, как раз, пока я был там священником, что выдают зарплату, значит, за несколько лет не давали, и вдруг решили выдать, вот, и выдать не деньгами, а спиртом. Значит, спиртом, там, значит, такие коробки, такие ящики, в каждом ящике по четыре, по-моему, было вот этих банки, вот, трехлитровые банки, вот как огурцы, там, помидоры, закрывают. Вот так же спирт был, значит, со спиртзавода, там бартером они там как-то рассчитались, как-то, и получали мужики там, все стояли в очереди, там, галдели, значит, получали, значит, там, много ящиков этих, вот, спирт этого. Ну, и понятно, началось просто вымирание села, и самое интересное, вот, когда выдавала зарплата, один мужик там богофульствовал, ну, он ругался матом на Бога, его как-то прорвало. Ну, и я понимаю сейчас, что это был одержимый человек, скорее всего. Другие его там, компайнеры, всякие трактористы успокаивали его и говорили, слушай, ты что вообще, ну, как бы, Бога нет вообще, ты что на него ругаешься, его не существует, ты пойми, говорит. А он и матом, и все, ругался, его как прорвало просто. Это было в правлении колхоза этого, сапоза этого. Ну, все лето, все сразу быстро расходится, сенсация, что такой богохульник объявился, значит, тем более, что он как раз первым трупом и был там, этой пьянки большие, представляете, как сапало. Вообще, ну, он с товарищем, они вместе, ну, извиняюсь за подробности, они там захлебнулись в своей плевотине. На елистах этого спирта нажали, значит, что уже не могли даже перевернуться, и оба и, значит, умерли. Значит, и вот они были первые мои группы тогда, значит, и затем началось каждый день, ну, один гроб это был очень такой минимум самый, а так обычно два-три гроба и больше даже было, и просто села стали вымирать. Это было, ну, очень страшно представить даже, но я только и занимался, только лишь, ну, на протяжении, там, где-то полтора месяца, наверное, только лишь, только хоронил, только хоронил. Это в моем приходе, в храме, а плюс еще по вызову, значит, я приезжал, значит, в другие соседние села, там тоже были похороны. Это один большой был совхоз такой, раньше был миллионер, там, значит, потом разорившийся. И вот, значит, и люди сгорали от спирта, там, врач, хирург рассказал мне интересный случай такой, они там могли даже кишки этих, вот, одного погибшего, даже, вот, можно его в мединститут отправить, потому что это уникальный случай, когда внутренности оплавлены, при том, ну, мы в медицинском институте такое, только лишь в учебниках видели, значит, то есть, есть очень редкие случаи, и эти случаи были тогда, как раз, в наличии, значит, и все, что связано было с пьянкой. То есть, вначале спирт разбавляли, потом перестали разбавлять его, пили уже с отсутным текстом, и сгорали, значит, по пьянке убивали друг друга, значит, там, и сами попадали, значит, там, поэтому хоронить приходилось и без голов, значит, там, и с головами, там, и по частям, значит, и всякое, всякое было, значит, и вот это была моя работа. Но самые незабываемые похороны были первые в этом селе мои похороны, были вот этого мужика, его принесли тогда его тело на похороны, и я должен был ему проходную молитву читать, отпущение грехов его. Представьте, накануне он хулил Бога, ругался матом на Бога, погиб он таким образом, оказывается он православный все-таки, хоть богохульник, но православный, потому что его в детстве оказывается крестили, он оказывается, получается два раза был в храме, первый раз еще без сознания, еще в младенческом состоянии, второй раз уже телом, уже после смерти, представляете, такая история. И у них было у семьи разрешение с епархией, они даже позаботились об этом на всех случаях, приехали в епархию на похороны, я по уставу правильно совершил все, поступил, я отбивал, но внутри все равно было, знаете, так противно было, гадко, я понимал, что это, ну как, кого мы обманываем, какая-то комедия, человек умер богохульником, умер такой смертью, А я читал его молитву, в которой над его гробом, что отпускает все грехов его, которые он совершил словом, делом или помышлением, ведением или неведением, словом, ну и по-всякому. И там местописание даже, кстати, интересно, во всех этих молитвах есть местописание, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах, значит, что я властью мне данной, значит, там харизмат отдыхает. Здесь такие перегибы, что я скажу, что я, ну, сегодня я просто в недоумении, как я мог раньше вот это все делать, но раньше я все равно сомневался, и было очень гадко чувствовать себя вот в такой роли. Но я делал это. Мои коллеги делали еще более худшие грехи, меня это немного как бы радовало тогда даже, успокаивало, по крайней мере, что я не такой уж и плохой, не самый плохой вариант, по крайней мере, что есть в нашей конфессии. Вот один мой знакомый, бабушка, допустим, он и собачку отпевал. Вчера там брат рассказал какая-то как анекдот, но я знаю, это в реальном случае, значит, притом в Москве там два случая. Один случай был на моих глазах, не с собачкой, а с бабушкой. Когда, значит, умерла бабушка в Елоховском соборе, прихожанка, это метро Бауменская в Москве. Значит, и она бедная, и на похороны так получилось, никого нету. Для Москвы очень нетипичный случай такой, ну, люди отозвались с подъезда, сами организовали все, эти похороны, но в храм ее не пустили, ее тело отпевать, потому что там у них не хватило, там, притом не хватило копеек вообще, не помню, там, пересчет, где-то, может, пару долларов, все там, не хватило, да. Значит, и священник, значит, вышел такой большой такой священник, и он стал ругаться на этих соседей, чтобы привезли бабушку эту, которая была прихожанкой этого храма. Он стал орать, что вы сюда нищету все везете, и там один человек, знаете, организатор как раз этих похорон, один из соседей ее, он очень был раздражен очень сильно, и он потом, уже выходя из храма, он сказал, что я первый раз сюда пришел в жизни, и последний, больше моей ноги здесь не будет. Это ваша прихожанка говорит, вот, значит, и, значит, и, потом он, я подошел, тоже, он говорит, что если бы хотя бы нормально сказал бы, нашли бы деньги, мы сразу бы дали бы, заплатили бы, нет проблем, но вот это самоотношение вот это вот такое хамское, криком все, значит, что нищету сюда везете, все, вот, значит, и буквально из-за копеек не хватило. А другой случай был уже, значит, у моего знакомого священника, тогда он служил на ВДНХ, возле метро там, значит, ВДНХ, значит, и в Москве, и там у них собачку отпевали. Ну, начало 90-х, там бандитские такие разборки какие-то, значит, и вот один там бандит, криминал, авторитет криминальный, он этот храм, по сути, отремонтировал полностью сам. Значит, когда еще храм собирались ремонтировать, он приехал с ребятами такими, значит, там, такими тоже бандитами, значит, и спросил батюшку, сколько нужно там для ремонта, вот, значит, там, с мета все это достал, вот, 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 вот такая сумма нужна для ремонта. Они выделили денег налично прям, прям чемоданами, значит, наличка больше, чем было запрошено, намного больше, вот, так что и батюшки хватило, не обижен был, значит, и на машину там, и на гараж там, все. Вот, насколько я знаю, вот, значит, и, а потом у этого нового русского заболел и умерла собачка, короче, вот, а он мне души не чаял, короче, это была его такая, значит, жужа белой мастикой, непонятная такая собачка, значит, и потом приехали, говорит, в этот храм, значит, и так и так нужно друга отпеть, ну, хорошо, а как друга зовут? А, притом, у собачки имя такое, она не породистая какая-то, вообще такая, ну, самая обычная притом, и имя у нее такое, типа жужа, там, я не знаю, или шучка, ну, не знаю, жучка, ну, самое обыкновенное, значит, и там, короче, значит, ну, попытались объяснить, что нельзя, как бы, значит, все-таки, ну, по канонам, там, прочее, ага, значит, и вот тогда он заплатил за нее 10 тысяч долларов, вот, значит, за похороны, это только лишь, значит, батюшки, и был нанят хор, тогда лучший в Москве хор, был нанят специально, потому что в этом храме не было хорошего хора, там, ну, там бабушки пели, там, и все, там, там не было грамоты, таких хороших певчих, наняли хороший хор, дополнительно диакона наняли, вот, а чтобы, значит, там, не было наверху, там, проблем, значит, этот новый русский, этот, он с братвой, приехал туда, президентцу патриарха, они там, значит, там, обсудили все, и, короче, дело замяли, значит, но по просьбе, значит, там, значит, там, секретарей патриарха, значит, в храм, и из храма, чтобы было в закрытом гробе собачка внесена и вынесена, как бы, значит, вот, значит, чтобы не смущать прихожан, просто, знаете, здесь подзвон колоколов, значит, выносят там в гроб, а там жужа, да, значит, и вот, а я спрашиваю этого, Вячеслав, ну, а как же, как вы хранили-то, ну, все, как положено, а проходную давали, и проходную давали, значит, и крестик, и свечку в лапку ей начали положить, значит, и на ее мордочку венец победителя положили, все, как положено. Самое интересное, а мы, ну, служил вообще-то не этот священник, а другой там еще был настоятель, а он прислужил, и говорит, значит, это, мы вроде хороший хор все отпеваем, цветами живыми заставлено все было, ну, так, очень, на таком уровне все. Самое интересное, смотрим на него, на этого мужика, этого бандита, он реально, вот, рыдает, реально плачет, обращается с этой собачкой, вообще, кошмар, взрослый мужик, ну, вообще, значит, и больше того, и не знаем, не то плаканье, но не то смеяться. Вот, вот, да, и отпевали собачку эту, вот. Собачка все равно безгрешная, что нет? Я знаю мультик такой, да, все собаки попадают в рай. Конечно. Да, ну, от ее собачьих грехов мало ли, может, тоже были какие-то в ней там свои там гулящие. Да. Видать, этот бандит в рай собирался. В рай не в рай, но куда-то собирался точно. Ну, раз собаку отпевал, значит... В начале 90-х, где-то, да, столько было, знаете, таких случаев интересных. Но, все-таки, даже если там криминальные люди, но все равно, ну, порой, они по-своему очень-очень суеверные и очень по-своему там верующие, по-своему, но вера у них другая, своя какая-то вера, суеверная вера такая. Не, конечно, не библейская вера, не евангельская вера, абсолютно. Да, там нужно крест побольше, значит, там и прочее. Но, сама идея молитвы за упокой, она мне не нравилась и раньше, скажу так. Ну, не то, что не нравилась, но вызывала порой такие вот, как бы, ну, противления. Особенно, когда вот касалось вот этих вопросов. И когда такие случаи происходили, был повод задуматься. Но когда библейский и евангельский все стало переосмысливать в 96-м, мне все стало ясно. Знаете, вот вся эта шелуха, даже желание, ушло всякое желание молиться за упокой, за умерших, только за живых. И в личной молитве, а тем более в церковной. Знаете, когда вот, будучи уже в храме, как настоятель, я был обязан исполнять эти обязанности, служить, но я не мог уже их сделать уже. Слава Богу. Это очень хорошо, что Господь тогда вот так совершил что-то такое. Сегодня я могу уже говорить это моим коллегам, сегодня могу говорить это прихожанам. Хотя некоторые люди, вот в Киеве у нас там в церкви, допустим, приходят когда, и некоторые даже, ну, как бы так, не то, что возмущаются, но как бы удивляются, как минимум. А почему у вас записаны только за здравие, вот почему у вас нет за упокойных, вот как бы, как в православной церкви, любой другой, допустим. Вот, и есть повод объяснить как раз таким захожанам, что насчет, что у нас мы молимся только лишь за живых людей, а то, что Господь повелел это делать, и мы это делаем. Вот, не за умерших, мы за живых молимся сегодня. Вот, умершие, это не наша юрисдикция, это не наша компетенция. Мы, это не, за умерших лишь есть одна молитва Библии, это молитва за воскрешением, вот недавно умершего человека. Других молитв не существует просто-напросто. Да, и вы запомнили уже наверняка, что пришло это учение с спиритизма, с всяких странных переживаний, и слава Богу за начало реформации 16-го столетия, когда эти ложные учения стали уходить. То есть, Лютер, Капин, другие реформаторы, отцы-основатели протестантизма, они некоторые учения сохраняли католические православные, некоторые учения традиционно они сохранили. Лютер, допустим, он не до конца перерезал пуповину, допустим, этого лжеучения католического. Допустим, он оставался педобаптистом до конца своих дней, то есть, тот, кто хрестил младенцев. Педобаптизм – это крещение младенцев. Педобаптизм – это не христианское учение, оно пришло, опять-таки, тоже, если брать влут веков, тоже, как и многобожие, и долопоклонство, как раз в начале 5-го столетия, со времен 3-го Вселенского Собора пошла практика крещения младенцев, крещения по принуждению и крещения младенцев. Значит, педобаптизм. Но это не христианское учение, потому что изначально христиане не знали этого учения, потому что в Писании говорится о крещении именно по вере в Иисуса Христа сознательно, осмысленно верующих людей. И Лютер оставался педобаптистом, и в лютеранских кирхах, церквях сегодня тоже крестят младенцев, как вот именно свидетельство вот той реформации. То есть, люди ранее сделали шаг вперед определенный, но не сделали других шагов каких-то, которые сделали другие люди. Но лютерок, ну, лавры такого пионера, первопроходца. Вот откровение его, праведная вера уже будет, об оправдании по вере в Иисуса Христа, оно взорвало тогдашний христианский мир. Простое откровение, элементарное откровение, но оно было, по сути, похороненным вот под такими, знаете, плотными слоями вот этого оккультизма всевозможного. Да, господа, и еще, Лютер оставался антисемитом. У него, да, хотя он сказал, что он никогда не был антисемитом, и он сожалел о многих этих неправильных письмах своих, но все равно у него нет-нет, да проскальзывал антисемитизм. Хотя антисемитизм, то есть, ненависть к евреям, Лютера и антисемитизм папизма, католицизма, с которого он вышел, это две разницы, как говорят в Одессе. Это совершенно разные вещи. Потому что антисемитизм папы, антисемитизм католической церкви тогдашней, это очень жесткий антисемитизм. Антисемитизм Лютера, это уже следующий этап, это этап освобождения, первый шаг к освобождению от антисемитизма. Слава Богу за то, что он сделал первый шаг. Но он даже писал в одном из писем друзьям, что он никогда не был антисемитом. То есть, он понимал, что его антисемитизм, даже то, что он высказал в письме, в своем предыдущем послании к немецкому народу, он сожалел об этом. Но то, что написано пером, не вырубишь топором. Знаете, как раз те же самые немецкие фашисты, они все время даже используют цитаты Лютера, некоторые, к сожалению. Вот такие, как раз антисемитские, там «Евреи наши несчастья», знаменитые высказания Лютера. Но опять-таки, в отрыве от всего учения Лютера, это было сделано, это большой грех фашистов. И что еще? Лютер сделал первый шаг, но церковь начала освобождаться. Протестанты все, можно так сказать, были объединены идеей такой. Они отказались от многобожия, отказались от того, чтобы молиться кому-то еще помимо Господа. Это всех протестантов объединило в 16 столетии. И лютеран, и клевинистов, и анабаптистов, баптистов именно, первых ранних тогда. Они отказались в том числе от молитвы за упокой. За умерших отказались от этой практики. Кстати, в еврейских седурах, молитвенниках, традиционных, артодоксальных, есть молитвы вспоминательные умерших. Отца, матери, павших воинов. Значит, эти молитвы, это влияние отступнического христианства средних веков на иудаизм. То есть, в иудаизм они пришли, как ни странно, под влиянием тогда христианства. Изначально в иудаизме не было даже таких вспоминательных молитв, которые сегодня практикуются в иудаизме. Так, еще у нас есть время для одной очень интересной темы. Христианство и иудаизм. Я думаю, что многим из вас Бог будет давать возможность проповедовать евреям. Я имею в виду даже иудеям, религиозно грамотным иудеям. Я хочу пару слов сказать об этом тоже для вас. Это будет очень интересно и очень важно. Если мы знаем, что Евангелие, это есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Дальше написано, во-первых, иудею, да? Потом и элину. Я лично держусь этого правила. Если, допустим, я хочу проповедовать сейчас. И, допустим, уличная евангелизация, к примеру. Мы обычно в теплое время года, мы часто в Киеве практикуем уличную евангелизацию. Прямо в центре города, на Хрещатике, допустим, бывает. Бывало, это на крайне проводим. Бывает там недалеко от места, где мы арендуем помещение сейчас на левом берегу. На Харьковском шоссе. Но разные люди навстречу идут. Допустим, если два человека идут. Один, я понимаю, это еврей. Другой, допустим, украинец или русский. Я держусь такого правила библейского. Я иду, во-первых, к иудею. Если у меня два варианта, я не могу разорваться. Я могу только лишь одну из них сейчас рассказать о Боге. О проповедении Иисуса Христа. Кого я выберу? Я выбираю всегда еврея. Почему? Потому что я держусь такого библейского правила. Потому что Евангелие, я говорю, это, в первую очередь, для вас, для евреев. Я знаю, что спасая евреев, я спасаю всех остальных. Значит, если правильный приоритет поставить. Я знаю, что Бог хочет спасти очень многих сегодня иудеев, многих евреев. И в США, допустим, порядка 10% населения еврейского всего спасенные. Наши братья и сестры. Те, которые приняли Иисуса, как Христа, и Ишуа, как Машиаха. 10%. А в США живет половина всех евреев на земле вообще. И, слава Богу, это в наше время. Как никогда раньше, пробуждение среди еврейского народа происходит. И вопрос с иудаизмом очень сложный. Взаимоотношений очень часто для иудеев христианство это отступническая религия. Очень часто это, знаете ли, антисемитская религия. Потому что, ну тоже, чего греха таить, христианская церковь в своей истории, историческое христианство, являлось такой самой антисемитской организацией, к сожалению. И такие даже уродливые явления, допустим, вот как фашизм, тот же самый национал-социализм, сам Гитлер, выросли на почве отступнического христианства. Сами идеи инквизиции, идеи преследования евреев, инакомыслящих, тоже вырастала именно как раз в отступническом христианстве, оторвавшемся от библейских корней. И вот напоминание об этом до сих пор существует, к сожалению. Интересный момент. Я в Австралии, в штате Виктория, это самый южный штат австралийского континента. Дальше только в Тасмане и уже Антарктида. Все, значит, самая конечность. И я был на этом, кстати, вот этом кусочке, мыс такой, где дальше уже все, там уже в Тасмане и уже самая конечность Австралии. И вот, и там довольно много евреев проживает. Я тоже проповедовал среди евреев, но там мало русскоязычных очень евреев. В основном евреи, которые уже жили там давно уже и родились и жили там давно. Так вот, и там, если даже большой еврейский квартал, туда попадаешь, допустим, в Мельбурне, попадаешь, как будто бы в Израиле находишься. На каждом углу синагоги, везде кошерный магазин, значит, везде выписки еврейские и музыка. Ну, там можно найти даже русских евреев, пообщаться естским. Значит, и украинских, русских евреев. Значит, с ними очень интересно общаться, конечно. И вот, и там я познакомился с одним братом, жил у него немного, гостил Майкл. Он вырос в еврейской семье ортодоксальной, собирался быть рабином, как и его отец, и дедушка, и он собирался быть служителем синагоги. Значит, но закончил Ешиву, как семинария по-нашему, да. Но, заканчивая это учебное заведение еврейское, он стал читать пророков, читать Талмуд не так, как им это говорили в Ешиве, а читать, ну, так сказать, миссионерски. То есть, как миссионеры рекомендовали. И он стал общаться с евреями за Иисуса. Вначале с ними конфликтовал, а потом задумался. И вот, что его убедило. Почему он стал миссианским служителем? Значит, не ортодоксальным, а миссианским. Что убедило его? Его убедило интересные факты такие. Вот, для меня это сегодня тоже очень большой аргумент, когда я проповедую, значит, иудеям, грамотным иудеям. То есть, те, которые каждую субботу в синагоге, которые исполняют, стараются исполнять все предписания, насколько это возможно, творить. То я рассказываю из Талмуда, стараюсь брать вот эти вот комментарии интересные. Когда говорится в Талмуде, что Талмуд, это книга, состоящая из многих разных книг. И одна из книг, или глав, можно сказать, Талмуда, это книга называется Йома. Праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур день искупления. Судно-день. Это тот самый праздник, раз в году, когда в древности первосвященник, ну как патриарх, он заходил во святое святых Иерусалимского храма. И заходил с кровью жертвенного животного. И это было только лишь раз в году, и это была жертва всех жертв. И эта жертва была за Израиля и за всех боящихся Бога. Потому что на земле больше не было такого места святого. Это был храм, это было святое святых этого храма. Кадош, кадошеп. Святое святых этого храма. И в Талмуде говорится об этом празднике, что последних 40 лет, пока храм этот существовал, второй, жертва на Йом-Кипур Всевышним Богом не принималась. Это косвенное подтверждение правдивости Евангелия и личности Иисуса Христа. Потому что храм был разрушен во время этой жестокой войны, восстания 68-80-х годов, когда много реки крови пролилось. И отнимаем мы от 70-го года 40 лет, получаем 30-й год нашей эры. Получаем время, примерно как раз время страданий Иисуса Христа. Потому что примерно к 30-му году это совершилось. Распятие Христа и Его воскресение, и рождение Церкви произошло примерно к 30-му году нашей эры. Потому что официально рождение Христа произошло чуть раньше, чем это принято считается, на 3-4 даже года. Так вот, и удивительно, но в Талмуде есть еще другие подтверждения, косвенные правдивости Евангелия. Но вот этот эпизод, он самый потрясающий. Кстати, как священники узнавали, принял Бог жертв, или не принял? По разным причинам они вот, по разным критериям осудили. Самый интересный пример, это обряд, который имели священники, практиковали священники, взяв за основу Исайию пророка, который сказал, пророчествуя, что если грехи ваши будут как багряные, как волну убилю. Он в еврейском тексте звучит так. Если грехи ваши будут как окровавленная тряпка, я сделаю белоснежной. И евреи делали буквально тогда священники. Они пропитывали, ну вы знаете, о жертвоприношениях судного дня, да? В Библии говорится о двух козленках, да? Которые должны быть одинаковы. Бросаются жребий. Один козел отпущения. Его по закону, по правилам отпускали в пустыню, на смерть, верную смерть бросали его там. Вот, была другая практика. Даже впоследствии, во времена храма второго, козленка сбрасывали со скалы. То есть его свобода была очень такая, короткая свобода, да? Рожденный ползать, летать не может. Козленок разбивался, конечно же. Это какой-то фильм был со Шварценеггером, по-моему, да? Он как будто там негодяя держал-то на пропасти. Потом, значит, его бросил. Значит, он говорит, отпусти меня, отпусти. Ну, ладно, да. Да, значит. И потом, значит, когда подошел к машине, его спрашивают, а где тот и тот? А я его отпустил. А, ну ладно. Можно по-разному отпускать. Значит, но того козленка отпускали, значит, именно вот разбиваться, чтобы он разбился. Вот, а второго козленка, его же, наверное, особая честь такая. Он, наверное, был в шоке. Козленок, представляете, его вводят в храм. Много батюшек, красиво одетых. Он думает, вау. Наверное, сегодня будет хорошая церемония. Красивая. Его всего еще раз ощупывали. Ну, а, это же массаж, наверное, это очень красиво. А его еще раз осматривали, чтобы не было ни одной порочной шерстинки. Чтобы все было один к одному. Ну, козленок был, наверное, в восторге. Мало того, что его помыли, причесали, расчесали, его еще батюшки все его ощупывают. Ну, а, это хорошо, наверное. Но затем он заметил другого батюшку, который с остро ножом. Но было поздно. Значит, этого козленка ждала такая судьба. Его ритуально обескрабливали. То есть, с него распускали всю кровь. Вот такая была ему часть его. Эту кровь, значит, первосвященник этой кровью окроплял все. Это считалось как раз, это раз в году, ритуальное окропление этой кровью. И во святом святых окроплялась, ну, ковчег, все, что было там, должно было окропляться. Или же, по крайней мере, само святое святых. Так вот, и перед тем, как вносилось во святое святых, во святое и во святое святых, в эту кровь священники окунали материю. Лоскуты, нити, белоснежные лоскутки. Вот эти лоскуты привешивали в храме и наблюдали за этими лоскутами на протяжении того дня служения. Если эти лоскуты кровавые, они становились белоснежными, то священники говорили, объявляли, Израиль прощен. Бог простил нас, исполняя то, что проучаствовал Исаия, пророк. Если лоскуты оставались кровавыми, священники говорили, констатировали факт, нет, Бог не простил в этом году свой народ. Будем дальше работать над ошибками, каяться, исправлять свою жизнь, свои пути. И вот были другие еще, конечно же, приметы определенные, но это самое было основное во времена второго храма. Так вот, и в Талмуде говорится, кстати, интересно, что 40 лет при некоем Шимоне Цадике каждый год принимал жертвы наем Кипур. И лоскуты эти становились белоснежными. Каждый год, из года в год, 40 лет подряд. Потом написано, что 40 лет, после уже смерти Шимона Цадика, Симона Праведника, 40 лет было неопределенность. Было временами да, временами нет. Временами принималась жертва, временами не принималась, оставалась кровавым все. Потом говорится, но последних 40 лет никогда не принимал жертву наем Кипур. Представляете, с того момента, когда Иисус сказал на кресте, совершилось, когда пролил свою кровь на Голубовском кресте, когда Англес Божий взял грехи всего мира, с того момента жертва наем Кипур перестала приниматься. Кровавые лоскуты оставались кровавыми 40 лет подряд. Это очень сильный аргумент, друзья мои. Потом, еще, в Талмуде говорится, что 40 лет подряд, последних, был целый ряд страшных знамений в храме. Знамение, наверное, самое потрясающее знамение, того, что Бог покинул свой храм. Как Иисус говорил, помните, все оставляются дом ваш пуст. И в Иерусалиме дом, это самый ландом, это сам храм, дом великого царя, дом Господень. И этот дом остается пуст. Какое знамение? Минора, храмовый семисвежник. Минора, она сама собой тухла во время служений, 40 лет подряд. Представьте, затухала минора все семь лампад. Это был очень дурной знак. Это был знак для священников, что в этом храме теперь нет Бога. Бог покинул свой храм. Кстати, у меня вот на ноутбуке, здесь у меня... Минора. Да, это минора, но это минора девятисвежная, да. Девятисвежная, это минора называется Ханукия. Ханукия, или Ханукия. Эта минора зажигается раз в году, во время праздника Ханука, во время праздника обновления, зимнего праздника. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 22 стих. Там говорится, была зима, был праздник обновления, и ходил Иисус в храме под горы Соломоновым. Вот он праздник обновления, это Ханука. Раз в году. И что мы вспоминаем на Хануку? Кто знает, что такое праздник Ханука? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает? Я рассказывал, да, но, видимо, не все запомнили. Но я вкратце напомню, что Ханук это праздник, чудо света, который Бог совершил там, в Иерусалиме. Когда маковеи, они очистили храм, возобновили богослужение, но у них не доставало масла для зажжения этих лампад. Туда заливалось оливковое масло, ритуально очищенное масло, приготовленное специальным образом. Его нельзя было из масла, из оливок, которых давили, под прессом, как-то еще, только лишь из нарезанных оливок. То есть, это очень трудоемкий процесс такой, занимало долгое время. Само ритуальное очищение 7 дней, и плюс еще день приготовления, как минимум, один день. То есть, нужно 8 дней, как минимум, было готовить это масло, считалось. Так вот, и этого масла у них не было. Они нашли лишь один сосуд этого масла в храме, прежде оспирненном. Они храм этот вычистили, выбили полностью. Они разбили стуканов, которые язычники поставили в этом храме. Они убрали все, что там напоминало о других богах. И возобновили служение. Это было лет за 200 до Иисуса Христа. И вот, и так как у них был только лишь один сосуд масла, а надо было ждать недели, не меньше. Они были перед такой делимой. Либо им сейчас залить это масло, но хватит этого масла максимально на один день горения. Но нельзя было тушить минору. Это не позволительно было, а ритуально. Горящий минора, сама горящая минора, жертва, жертв, она считалась напоминанием о присутствии Бога всемогущего в храме. Символом присутствия Бога в храме. Новозаветными глазами посмотреть на это можно еще так сказать, что это был символ самого Иисуса, Мессии. Потому что Иисус есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Он есть свет жизни. И поэтому минора, горячая, означало самого Иисуса. Еще. И чудесным образом, вместо одного дня предполагаемого горения, на котором максимально хватило бы это масло, 8 дней подряд. Суточный запас горел 8 дней. Поэтому на хануке, на хануку зажигается ханукея. Минора необычной формы, 9 свежая. И каждый год, уже много столетий подряд, уже больше двух тысячелетий, вспоминают все евреи и все боящиеся Бога. Удивительное чудо, что Бог совершил. Сверхъестественное горение миноры. Сверхъестественное присутствие Бога в храме. И то, что Бог сказал, что я с вами. Я с вами, я благоставляю вас, я горю среди вас. Я живу среди вас. Бог показал чудо. Но представляете, после того, как Иисус сказал, все оставляйте дом ваш пуст. После того, как Иисус принес свое тело, жертву за нас. После того, как все это совершилось. То есть, минора в храме перестала гореть нормально. 40 лет подряд она сама собой стала тухнуть. Все семь лампад. Как бы ханука, только наоборот. Анти-ханука. Бог показывал, как бы, что все, погасли свечи, закончен балл. Все, закончилось время храмового благочестия. Пришло время иного благочестия. Пришло время нового завета. Который не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердце будет записан. Удивительно. И в это время апостол Павел написал, в то время, когда еще минора гасла, храм еще существовал. Завесу зашили священники. Возобновили служение, но Бога не обманешь. Знаете ли, можно обмануть друг друга, сами себя. Но нельзя обмануть Бога. Бог уже сказал свое слово на Головском кресте. Он сказал, совершилось. И поэтому это совершилось. И хотя завесу зашили, но минора сама собой тухла 40 лет подряд. И еще знамение интересное такое. 40 лет подряд в Талмуде говорили. Это в Талмуде. Это в книге, которая не заинтересована в распространении христианства. Даже больше того скажу. Во многих своих высказываниях. Эта книга антихристианская по направленности. Во многих своих мыслях, высказываниях. Ну, не во всем, конечно же, безусловно. Мудрая, хорошая книга порой, но порой очень злая, против христиан направленная. Да, в разделе Йома там же и в других разделах. В десятке других разделах есть подобные исторические справочки. Вообще, на этой теме есть другие лекции, более подробные. Мессианских рабинов. Мессианские служители насчитывают до сотни в Талмуде косвенных подтверждений правдивости личности Иешуа как Машиата. Иисуса как Христа. И правдивости Нового Завета. Правильности Нового Евангелия. Нового Завета. Это потрясающе, конечно. Но вот эти вот аргументы самые основные. Вы должны помнить. Это вам пригодится обязательно. Но говорите это в любви и убедите ваших собеседников, евреев, именно принять еврейского спасителя Иисуса, который, я говорю так, что прорвил свою еврейскую кровь за всех нас. За всех евреев и неевреев. И это потрясающе, друзья. Говорите это в истину в любви. Слово Божье. И Бог благословит вас очень сильно. Очень сильно вознаградит вас. И спасая евреев, вы спасаете весь мир. Реально. Потому что отвержение и вот это покрывало, которое было положено, и многие другие эти вот последствия. Но богатство для мира, однако же, с другой стороны. Для неевреев. Но еще есть другая правда. Возвращение евреев это сила воскресения. Бог очень сильно благословит всех участников вот этого процесса. И спасение евреев. И через евреев благословит очень многих неевреев. Поэтому я глубоко убежден. Слава Богу. Но вообще, когда возвращаются дети, когда старшие дети возвращаются, наш Небесный Отец очень сильно радуется. Потому как исполняется Его Слово. Слава Богу. И кого можно порекомендовать? Ну вот, из мессианских раввинов. Сейчас много мессианских служителей работают вот в этом направлении. И американцы, и русские евреи. И в Украине Борис Грисенко, Борис Саулыч Грисенко, его проповеди очень интересные. Израильный церковь. И очень много тем таких праздников. И как спасать евреев, как нести Слово Божье евреям. Очень интересная у него тема тоже. Михаил Цин. У него очень хорошая лекция об этом тоже есть. И семинары. Много еще мессианских служителей. И, в общем-то, Леон Мазин приезжал в Россию. Приезжает иногда. Проводит тоже такие семинары. Очень интересные. В Петербурге однажды мы вместе были на завершении такого служения. От Песоха к Пасхе называлось служение. Семинары, служение. Очень интересно было. У Михаила Котова. И очень было назидательно. Были христиане с разных конфессий. С разных церквей вместе. Евреи были. И, знаете, очень часто большие есть предубеждения. Евреев против христиан. Против Христа, самого Иисуса. Но эти предубеждения, они рассыпаются как карточный домик. Когда мы несем любовь. Когда мы реального живого Христа несем евреям. И не евреям. Всем, абсолютно всем людям. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. И во Христе Иисусе уже нет этих межнациональных, этих барьеров, вражды. И сама вражда пригвождена Иисусом была. Голгофскому кресту. Вражда убита на Голгофском кресте. И поэтому, имея великую привилегию, знаете ли, служить такому Господу. Великому Господу господствующему. Богу всех богов. Мы несем Слово Божье всем людям. Оно нужно для всех. Слава Иисусу. Ну, во-первых, Иудею. В этом есть Божий принцип. Потом и Эвину, и всем остальным уже. Слава Иисусу. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Есть еще какие-то вопросы у вас, чтобы коротенько? Да, пожалуйста. А вот, ну, крестят, это все значит. Крестят? Нет, это просто. Крест на знамение, да? Ну, да, да. Крест на знамение. До сих пор не ясно, откуда оно пришло. Но это не христианский обычай. Он пришел в христианство из языческих религий. Это точно. Вот, по крайней мере, манихейцы, метроисты использовали знак креста при служении. Я иногда крещусь тоже. Иногда. Ну, например, если даже прихожу в храм православный, как бы, значит, ну, я вот, ради того, что, значит, вот, я перекрестился, зашел, значит, как бы, значит, и дальше мы там общаемся, все. Но все равно я стараюсь минимум креститься. Минимум только. Или, допустим, служение, когда проходит у нас, там есть символ веры. Там есть слова такие, распятого за нас при Бонте и Билате, тоже, и вот, крестное знамение совершить, вот, как элемент служения православного. Но не больше. Почему не больше? Потому что многие наши люди, вот, у нас разные люди, даже прихожане, есть вчерашние очень религиозные люди, даже монашки вчерашние есть. Вот, значит, и для них очень сложно, им очень сложно вырваться из, вот, знаете ли, вот этих представлений. Многие религиозные православные считают, что вот это крестное знамение, это есть уже молитва уже. И не могут себе представить обращение к Богу молитвы без этого крестного знамения. И есть зависимость от того, вот, что есть, якобы, силы крестного знамения. Вот это магическое отношение, неправильное отношение совершенно. Вот, ну, пример, самый потрясающий пример, это вот Иван Новгородский, святой Иван Новгородский, который, епископ, который летал на бесе, который именно крестным знамением его запечатал, этого дьявола, потом распечатал, значит, оседлал его, на нем полетел, значит, из Новгорода Великого в Иерусалим, там, значит, поклонился святыням, и потом запряг снова дьявола, и, значит, оседлал его. Там близниканьки отдыхают вообще, да, значит, и этот, значит, архиепископ, он, значит, там, значит, забыл посох свой, правда, значит, попыхав, потому что там дьявол ему говорит, что пора, Иван, а то до петухов мы не вернемся, вот, короче, сел на него, значит, улетел, а потом через пару лет, значит, там привозят паломники Новгородский посох его, потому что там подписанный именной посох епископский, значит, и, как бы, и вычислили, что это он летал. Значит, он говорит, ну, да, а он начали там решил так смудрить, мол, я знал, мол, человек, который в теле, не в теле, не знаю, но вот, как бы, слетал. А у них был договор с дьяволом с этим, с бесом, что, значит, когда они расставались после этого инцидента, был договор такой, что, значит, который соблюдал Иван-то, значит, бес ему сказал, что, ты никому не рассказывай, а то меня перед всем адом опозорят. Если ты соблюдешь этот договор нашим, тогда, значит, я, говорит, не дам тебе ни одного искушения, плохой мысли до конца твоих дней, и пущу молву о тебе, как о великем сватом вообще. Он, о, ну, как бы, рад радеханях, соблюдает этот договор, а потом, когда уже в постах его был доставлен, то, значит, сказали, а не ты ли это был, владыка, ну, ты говоришь, и все, и молва пошла, что вот он еще и беса приручил, ну, и дьявол стал ему с тех пор обредить, там в житии Ивана Новгородского написано, что бес стал женское белье разбрасывать по его келье, вот, значит, вот такая методика, компромат, короче. И когда, значит, эти приходили, ну, в офис, как бы, в епархию, приходили, значит, новгородцы, они видели женское белье разваляется. Вот, и по-новому роду слух пошел, что архиепископ лудник, ага, собрали вечер и порешили, значит, старикат его утопить, короче. У них было очень просто, возьмите за грех, им дальше не объясняли. И они прямо вечером пришли, значит, к этому Ивану Новгородскому, великому святому чуятворцу, ну, чудил дедушка, чудил. Значит, пришли, значит, к этому, к Ивану, значит, и вдруг келья открывается, и прямо на пороге они видят девушку, ну, в чем матерь дела, вот. Вот, значит, и, ну, и ее решили поймать тоже, девчонку эту, ну, она, видимо, как комсомолка, спортсменка, короче, она от них убежала. Да, попробуй, не убеги, такие там ваххамиты за тобой бегут, бароначи. Короче, она убежала, значит, и, ну, а старик не убежал, он, как бы, как бы, не мог бегать уже. Его, значит, его за бороду и помели топить его. Ну, он отбрехался, знаете ли, он попросил слово сказать, ему дали, ну, пускай скажет слово в конце концов, значит, перед смертью. И он там такую речь сказал, что там толпа плакала просто. Ну, и не мешки, так сказать, знаете, вот, значит, он там наговорил такого острикорова, значит, что это была не девушка. Вы же не поймали ее, да? Это была девушка, как мы все видели. Мало ли, что вы увидели вообще. Это был дьявол, просто в форме, как бы, значит, ну, ну, я же не поддался, значит, и, ну, вот. Я же его крестом прогнал, короче. И все, и, значит, толпа, значит, короче, его помиловала. И поняли, что у них там он великий чудотворец, значит, и потом его после смерти даже как великого святого канонизировали, как бы. Но самое интересное, вот, как раз опыт его, что он крестным знамением запечатал дьявола, вот это по всей Руси, знаете, вот, как бы, так вот настолько пошло волной. И началось увлечение, мода такая, на крестное знамение, и все крестить, как вот Иван Новгородский делал. Вот он идет, допустим, по дороге, крестит дорогу, садится за стол, стол крестит, выходит из дому, крестится. Вот такой обычай, он пошел, значит, вот, как бы, по всей Руси. Вот, но, опять-таки, это обычай суеверный. И суеверное использование крестного знамения, как раз, прямая дорога, вот, в общение с оккультным миром бесовским. Вот, как было у Ивана Новгородского. Вот. Да, но, вообще, если вопрос стоит, креститься, не креститься, лучше не креститься. Вот, я, допустим, вот, в Киеве, когда пастерствовал у себя в церкви, то я старался людей отучить от этого. Потому что, от этой практики. Потому что, очень многие люди, приходя, они настолько, вот, привыкли, что вот, крестное знамение, это есть молитва. Что мне очень было трудно убедить людей, что молиться можно без этого. Как? Было непонятно даже людям. Как можно молиться без этого? Вот так вот, да. Да, еще, может, вопросы есть какие-то. Все? Да, слава Богу. Хорошо, друзья. Ну, надеюсь, вам было интересно и, как бы, назидательно в эту неделю многое услышать. И пусть Бог благословит вас. И моя просьба такая, под занавес, знаете, вот, молитесь о реформации православной церкви, молитесь о спасении православных. И, знаете, вот, наркоман бывший, да, спасенный, он, не знаю, обычно нормально проповедует наркоманам, да, значит, бывший алкоголик, там, он понимает, он хорошо алкоголиков спасает их, несет им Евангелие. И каждый, ну, каждый в своем, я не знаю, очень часто так вот люди поступают, это как плоды покаяния такие вот у них хорошие. И у меня вот с 96-го года вот сердце болит и в молитве, и так вот, и в служении всегда вот для православных христиан. Мне очень хочется, чтобы очень многие эти люди, которые порой очень ревностны, порой очень много поклонов бьют, значит, и стараются, очень стараются. Есть прилежные, очень такие люди, добросовестные, но не там они ищут, к сожалению. Очень трудно найти черную кошку в темной комнате, когда там ее нет вообще, тем более. Вот, бесполезно искать спасение вот таким путем. Спасение принять как дар. Вот это простая вещь, но одновременно очень архисложная вообще. Для религиозного сознания почти неподъемная вещь. И очень хочется, чтобы Господь Иисусом проставился, и в нашем поколении очень многих людей пробудил. Слава Иисусу! Пусть Бог благословит вас. А поколитесь? Пока нет еще. Пока нет. Они вот узнали, что вы пошли? Хотя, нет, хотя они делали шаги к покаянию, да, и выходили, мама выходила на покаяние. Они даже крестились даже, и мама, и папа, ну, в обычной православной церкви пошли, покрестились. Они не были крещены в какой церкви, абсолютно. И бабушки, и дедушки наши не были крещены. А как они вас креяли, что вы стали верующими? Ну, поначалу в штыки. Поначалу очень было все, конечно, очень сложно. Это потом было проще. А поначалу в штыки. И то, что в начале 88-го, когда я рассказал уже, что я не просто уже там хожу, а я буду работать в праме. Вот, это был скандал. И мама даже говорила, что лучше это был пьяницей, лютеремчин, но тот неверующий. И это было, ну, просто было, знаете, только через мой труп и прочее. А потом, когда, значит, узнали, что я все-таки пошел еще в церковь, значит, еще раз, значит, и уже работал в храме, пел там, значит, то, значит, отрекались, сказали, что ты нам больше не сын, ты умер на нас, все, мы потеряли тебя. Было очень тяжело некоторые годы не иметь нормального общения с родителями. Но потом прошло время и все как бы на круги свои. Особенно после того, как Советский Союз развалился, там уже другая идеология пошла, уже... Ну, не то, что верующие, но, по крайней мере, уже не отрицали. Рад, я тебе принесу журнал, там он много пишет. Да, в журнале я пишу. Очень подробно. Сергей, по статистике, правда, православная стать на последнем месте? По численности? По численности, да, да. Первая, католическая церковь, самая огромная. А кто-то сказал, протестантская первая? Говорите. Вообще, как считать? Как считать? Нет, серьезно. Потому что католическая церковь считает католиками фактически всех, вот тех, кто был крещен в католицизме. И у них есть нечестный подход такой. Допустим, многие страны фактически полностью считаются католическими. Хотя в этих странах уже лет 40-50, ну, большой процент протестантов, допустим. А они все считают? Они по-прежнему считают, допустим, Бразилия, Аргентина. Значит, по их статистике католической, это католические территории страны католические. Хотя там уже, ну, все признают, что формальные католики многие, да. Но реально, значит, допустим, Бразилия до половины населения, как считается, больше или меньше, ну, протестантов уже. То есть, как бы, ну, поэтому католическая статистика, она, скажу так, это не совсем правильная статистика. Они считают по-прежнему, что кто был кричен в церкви католической, хотя бы однажды, он уже католик уже. Но это неправильный подход, совершенно. А православы сколько по статистике? В православной записали все, почти население России, кроме мусульман, значит, записали, значит, в православии. Поэтому и вы православны тоже, по статистике. Так что, значит, статистика такая вещь, в чьих руках она еще? А, значит, да, значит, к сожалению, вот, кроме вот США и Канады и некоторых стран Европы, западной, фактически нигде больше нормальная статистика не ведется. А ведется по, значит, скажем так, по факту крещения в Штатах, допустим, там каждый год фактически статистика меняется. Потому что ты сейчас был прихожарем в одной церкви, стал в другую конфессию, пошел или религию, это сразу моментально фиксируется, учитывается. Моментально. У нас не так. Значит, и вообще самое крупное считается в мире, по статистике, опять-таки, общепринятой мировой католическая церковь, на втором протестантская церковь, значит, учитывая все вот эти вот направления, а третье это православная церковь. А мусульмане? Мусульман меньше, чем христиан. Если в купе христиан взять, то это порядка двух миллиардов, может даже уже и свойстика, значит. Значит, и мусульман, ну, примерно полтора миллиарда. Кстати, мусульман становится все меньше и меньше, хотя считается многими, что их больше становится, на самом деле, меньше. Да, ощущение, что больше. Ощущение, что больше, да. Да, значит, ну, на самом деле, опять-таки, статистика интересная такая. В Африке, в Африке, там их мусульманов и пишут по-прежнему, но они уже христиане, по сути, во многих странах. Вот, значит, допустим, в некоторых странах, там, уже несколько миллионов ежегодно, там, до трех миллионов ежегодно принимают христианство. Но их по-прежнему пишут мусульмане, потому что они обрезаны были, потому что они были в мечети, совершен обряд. Но это неправильный подход, совершенно. Мало ли, что они были обрезаны в мечети, там, значит. Вот. Меня тоже крестили в православной церкви. Я уже давно протестовала. Вот, значит, а вас по статистике, вот, российские, вас относят к православной церкви. Получается, это неправильный подход. Да. Я крещен был в православии, в сознательном возрасте уже. Но я причем был по вере в Иисуса Христа. То есть я понимал, в кого я крещусь и относился к этому серьезно. Хотя, к сожалению, священник, я крестил, что он не относился к этому серьезно. Как я понимаю, он был сам невозрожденным. Но я относился к этому очень серьезно. Даже потом другого священника попросил довершить это крещение, или погрузить меня полностью, потому что первый священник лишь меня палил. Есть такая практика в православии. Сергей, а в евангельской церкви не перекрещивались? Нет, не крестился. Потому что уже как бы сознательно. Ну, да я уже сознательно, я не вижу смысла, как бы... Ну, хотя, хотя, я к надуху. Было дело. Когда в Израиль приехал, в Иордан мы зашли. Я все-таки, знаете, крещен, не крещен. Я оба погрузился. Думаю, нет, все-таки в Иордане грех не погрузиться. Я думаю, кашу маслом не испортишь. Уж в Иордане погрузиться, думаю, точно надо. Вот, поэтому, как бы... Ну, там все, смотрю, там все погружаются. И пастыря, там кричные церкви тоже. Все. Да, ну, это место такое располагающее, так вот, давайте вот... Обновление. Обновление, ну, совершать от вину погружения, то есть, по-русски, еврейская твила. Кстати, еврейская твила совершается в практике, совершалась не только раз в жизни. Именно когда покаяние совершалось, значит, то они совершали твилу погружения. Пусть Богу растет. У католиков тоже очень много святых, да? О, у них больше. Больше, чем православие. У них больше, чем православие даже святых. И культ у них гораздо более развит, на самом деле. Просто мы об этом меньше знаем, как бы мы мало соприкасаемся с этой средой. Там тоже оккультизма хватает. Да, к сожалению. Но, знаете, что я скажу? Я не пытаюсь сейчас, как бы, ну, как бы, выгородить западных христиан, но я скажу, что все-таки у них процесс реформации уже наблюдается. В отличие от православия. Допустим, после Второго Ватиканского собора, вот в 60-е годы, 20-го столетия, после Второго Ватиканского собора католическая церковь приняла несколько очень важных таких, ну, как бы, шагов к освобождению. Допустим, вот храмы, которые построены уже католически после вот этого собора Ватиканского, они без мощей. Вот элемент оккультизма ушел у них, слава Богу. Правда, они двойственную позицию такую сегодня занимают. С другой стороны, вот те храмы, что были построены до Второго Ватикана, они, значит, по-прежнему с мощами, значит, и тому прочее. Я совершал служение в католических костях часто в то время. И вот на Пасху 19-го года тоже проповедовал в костюме в центральном городе Николаево, в кафедральном костюле. Значит, то есть я бываю в гостях, значит, и в Чикаго, в Иллинойсе, в католических костях все время проповедую. В польских, я принимаю там. Потому что там есть католики харизматики. Католические служители крещеным Духом Святым, которые очень, ну, они открыты для общения, межхристианского такого общения. Когда мы говорим, что об Иисусе Христе, мы вместе притечаемся, слава Богу. В Австралии тоже самое, в католическом костюле центральном проповедовал, значит, они принимают хорошо. Именно там, где особенно открыто для Духа Святого, в общем, открыто. Они каялись в антисемитизме. Православный церковь до сих пор не каялся официально в антисемитизме. За исключением, наверное, румынского патриархата, значит, после Второй мировой войны. Потому что очень много румын во время Второй мировой, сотрудничая с фашистами, сдавали евреев. И у них было проклятие очень серьезное. И они совершали покаяние в этом. И вселенский патриархат тоже приносил покаяние в антисемитизме. В 60-е годы это было как раз. И, то есть, католическая церковь начала путь обновления. Сейчас, при нынешнем Папе, наступило время, как бы, обратного отсчета, к сожалению. Контрреформация. Но при прежнем Папе, Иване Павле Втором, был процесс реформаторский такой. Значит, и до Ивана Павла Второго был Иван Двадцать Третий, который, по сути, заложил основу для, вот, именно, реформации католической церкви. Но он очень быстро скончался, к сожалению, мало что сделал. Но молитва покаяния, он потрясающий. Я, ну, очень рад, что был у них такой служитель все-таки, да. А Кирилл не помогает, вот, в православной церкви, к покаянию? Пока нет, к сожалению, пока нет. Когда он был еще митрополитом, скволенским, тенинградским, у него были идеи интересные такие. Я читал интервью одну, в девяносто первом году еще интервью публиковал, журнал «Родина» и журнал еще тут публиковал, светские журналы публиковали, его интервью большое. И там его спрашивали, к поводу антисемитизма, ваша позиция и позиции церкви православной русской. И он написал, ответил примерно следующее, что, по его мнению, православный церкви должен пересмотреть еврейский вопрос, отношения к евреям в духе Второго Ватиканского собора. Это были его слова. Понимаете, это было, ну, очень революционно. То есть, он выразился очень так хорошо. Но, к сожалению, я не знаю, помнит ли он эти слова свои сейчас или не помнит. Ну, если Бог даст когда-нибудь в жизни с ним пересечься, я обязательно напомню ему эти его слова из его интервью же. И моя мечта, чтобы он эти слова вспомнил и совершил то, что он тогда сказал словами, пусть это он совершит сегодня. Потому что покаяние в антисемитизме сегодня очень важная вещь. Для православия это архиважно. Потому что в текстах богослужебных проклинаются евреи, еврейский народ. Особенно перед Пасхой. За неделю до Пасхи, во время Страстной Седмицы. Каким образом? Прямо? А там целое богослужение. Там целое богослужение, да, совершенно верно. Есть богослужение. Александр Мень, он и как еврей, и как священник занимался этим вопросом очень так, ну, серьезно. Некоторые ему говорили, а, ты еврей, и ты своих выгораживаешь. Это ты заинтересован. Да, я как еврей это занимаюсь этим. И как священник православный царь занимаюсь этим. То есть, не только как еврей, и как священник тоже. Потому что, как священник, я не могу проклинать народ. Я тоже об этом размышлял. Еще, понимаете ли, я всегда был среди тех священников, скажу так, которые думают, о чем они говорят. Думают, о чем они молятся. Большинство, к сожалению, все-таки священников не имеет такой традиции. Читают, допустим, тексты богослужебные и особо не вникают в них совершенно. Но, понимаете ли, когда вникаешь, немного было страшновато. Когда проклинаются евреи, что вы там такие, будьте проклятые и прочее. Вот, и там, значит, эти тексты богослужебные, они средневековые еще. Но до сих пор они неизменны. В Украине ситуация изменилась. Потому что в начале 90-х католики вложили большие деньги в эту программу. Переиздание всей литературы. В начале цензуры была, значит, богословская комиссия заседала не один год. Они все эти тексты, сотни текстов изъяли. И либо их заменяли, либо их просто вырезали. И пересдали всю литературу богослужебную на украинской мове. Но без этих текстов. И поэтому украиномовная часть Украины не проклинает евреев сегодня. Нет этих текстов. Но, к сожалению, Крым, центральная Украина, восток Украины, там в большинстве свои московский приорхат. То есть на старослаганском языке и тексты, изданные в московском приорхате в Москве непосредственно. А там тексты антисемитские. Вот эти тексты Кириллу, как патриарху, знаете ли, надо вспомнить вот эти слова, что он говорил в 91-м году, тогда, когда у меня еще только месяц или два только я был священником. Но я был просто, ну, как бы удивлен. Это было очень, по тем временам, очень смелое заявление. Но, к сожалению, кроме этих слов, больше ничего не было сделано. Кроме этих слов. Слова хорошие, но нужно дела хорошие иметь. И даже, знаете ли, отказаться от проклятий, это одно. Это одна часть. Но это очень важная часть, позвольте сказать. Потому что Библия говорит нам, что пропинающий тебя проклят, благоставляющий тебя благооставлен. От слов и осудимся, друзья мои. Потому что, если Россия в большинстве своем считает себя православной страной, и как на роль государственной религии вновь претендует сегодня Московский Терриархат, хорошо. Но, позвольте, тогда грехи этой конфессии становятся грехами всей России. И проблема этой конфессии становится проблемой всей России. И, представьте, получается, от лица большинства населения церковь проклинают еврейский народ. И что в ответ может прийти? Только проклятие.